Всем привет! Сегодня будем распаковывать посылочку с Алиэкспресс, которая ехала к нам всего лишь 16 дней. В этой посылке находится недорогой планшет-тофон, то есть планшет-тефон. Ну или планшет с функцией телефона, или телефон с функцией планшета. Ну в общем, сейчас откроем, достанем и посмотрим. Так, 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 здесь у нас что-то. Про РОСА я попросил, когда он отправлял планшет, чтобы он отправлял планшет с русским языком. Ну, телефон или планшет, ну, короче. Ну, конечно же, чтобы там был плей-маркет и так далее. Первый раз в жизни мне продается ответил, что сам себе поставишь русский язык. Ну и посмотрим. Так, что это у нас? Это у нас планшет-тефон Айнол АХ7, по-моему. Здесь у нас что написано? Что у нас тут написано? 16-гигабайтная версия. Так, модель-модель-модель, просто АХ. Хм, интересно. Ладно, открываем, смотрим. Вот он, наш планшет-тефончик. Вот такой вот аппаратец. Ой, я уже испугался, думал, что царапина. Просто пуля оказалась. Так, 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 так. Вот такой вот аппарат. Айнол просто АХ, да, просто АХ и всё. Так, здесь он даже заклеен пломбой. Получается, как бы, неразборной, да? То есть, наверное, снимается только вот эта крышечка. Здесь у нас есть слот для двух сим-карт. Также слот для микро-SD-карты. Так, закрываем его. Так, 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 закрывается. Вот так. Ну и пробуем включать. Раз он неразборной, значит, никакой у нас плёночки на батарее нет. Да, он включается. Хорошо, пускай включается. Посмотрим, что у нас есть в комплекте. Так, а в комплекте у нас... Ну, коробочка, кстати, в общем-то даже такие достойные. Так, в комплекте у нас бумажка одна, бумажка вторая. Переходник. А с этой стороны? С этой стороны. Интересно. Стандартное зарядное устройство. Ну и также USB кабель. Зарядное устройство у нас аж на целых... Целых сколько? На целых полтора ампера. Ну, так что много. Ну, учитывая то, что батарея здесь, по-моему, трёшка, то её хватает. Ну, всё. Больше абсолютно как бы ничего нет. Пусто. Ну, что могу сказать. То есть, аппарат небольшой, как для планшеток. То есть, планшет обычно имеет большие рамки. Вот. Единственное, конечно, что снизу и сверху у него такие довольно большие поля. Ну, я думаю, что это не сильно страшно. Так, что мы здесь видим? А, ну давайте посмотрим, есть ли у нас здесь русский язык. Конечно же. Планшет построен на базе процессора Mediatek 6592. Восьмиядерный процессор. Ну, да, русский язык у нас здесь будет. Окей. Хорошо. Так, ну и второй важный вопрос для китайских устройств – это наличие Play Market. Да, Play Market есть. Ну, всё хорошо. Уже как бы, скажем так, просто. Так, ну что сразу вижу, что экран здесь не OGS. OGS, восьмиядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти, ну и 16 ГБ, встроенный на борту. У него есть. По камерам, если я не ошибаюсь, то 8 Мп, это фронтальная 2 или 5, точно не помню. Сейчас можем... Да ладно, я уже думал, у меня фон поменялся. Так, хорошо, окей. Спасибо. Так, что у нас по камере? Так, сначала посмотрим, что только надо фотографировать. Ну, камера, как вижу, стандартная абсолютно. Так, а, всего лишь 5 Мп камера у нас. Угу, угу, угу. Ну, не так уж и много. Видео хорошее. Так, что оно у нас может? Разрешение экранчика здесь, по-моему, 1280 на 800. Ой, видео, зачем видео? То есть, здесь у нас HD, грубо говоря. Ну, никак, конечно же, не Full HD. Так, посмотрим еще на фронтальную камеру. Камера тоже фронтальная, очень неплохая. Так, что у нас здесь по настройкам? Что мы можем делать с фронтальной камерой? 2 Мп снимки, круто. Ну, здесь только высокая. Вот, ну, вот такой вот сегодня у нас на распаковке, ну, как это, ну, планшет, как бы, да, как бы типа планшет все-таки, либо же смартфон, ну, планшет, короче, будет планшетафон. Вот, будем его тестировать, будем смотреть. Это видео распаковки этого устройства. Он, кстати, очень недорогой, фактически где-то около 100 долларов всего лишь стоит. Ну, и, соответственно, после распаковки, ой, в смысле, после распаковки, после обзора, то, точнее, в обзоре сделаю вывод, насколько этот аппарат интересен, ну, и какие у него есть сильные и слабые стороны, и стоит ли его покупать. Ну, потому что я вижу первое впечатление, то впечатление позитивное, потому что он небольшой, то есть, он меньше 7-дюймовых планшетов, как ни крути. То есть, экран довольно-таки неплохой, то есть, хоть у нас и не ОГС, но, тем не менее, цвета, ну, по крайней мере, мне пока что нравятся. Ну, а как будет все остальное, то, конечно же, посмотрим в процессе тестирования. Ссылку на продавца, которого покупал, я положу под видео. Посылка ехала всего лишь 16 дней, русский язык есть, плеймаркет есть, так что к продавцу претензий абсолютно пока что никаких нет. Вот, на этом, когда я видео буду заканчивать, буду прощаться. Если кого интересует приобретение до обзора, посмотрите ссылку под видео. Кто интересуется этим аппаратом, но хочет решить, покупать его или нет, то подождите обзора и, соответственно, потом примите решение. Вот, на этом тогда я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за внимание, надеюсь, что видео для вас было интересно. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы, вступайте в группу ВКонтакте, посещайте мой сайт. Всем большое спасибо, пока!